Я представляю на данный момент компанию «Константинг Агро». Мы занимаемся сопровождением проектов, овощных проектов выращивания овощей на капельном растении. В данном случае я сопровождал из Москальгаза лидера Агро, в тём году началось с ними работать. Кроме лука у них есть перец, баклажаны, морковь и томаты. Компания начинается всё с анализа почвы, делаем расчёт минерального питания. Очень важно то, что сейчас уже рассказывалось. Привязка минерального питания делается по фазам развития. То есть мы чётко расписываем питание по фазам развития. Начало роста, пик и спад. И, соответственно, расписываем минеральное питание так, чтобы надо было соответствовать соотношению азот-фосфор-калий по привязке к фазам развития растений. Отсюда и получается результат. Потому что, как правило, ошибка в чём? Начинается рост, витативная масса максимально нарастает. И всем хочется что-то дать по 100 кг селитры, но это обязательно надо дать. Всем что-то, руки чешутся, хочется дать. В итоге, кто не видирался, даем питание, избыток азотного питания, то, что говорилось, и сразу у нас проблемы с болезнями. В данном случае на поле у нас тоже получилось переизбыток немного азота. Из-за чего? Неровное поле. Мы на поле выйдем, посмотрим. Просто было там один участок. Неровное поле, избыток азота и избыток влаги. И, соответственно, минеральное питание и избыток. Витативная масса стала больше, чем должна быть. И средние ряды, они просто сварились. Просто ветер был, положил их, и они сварились. Просто вовремя остановили питание, просушили. Луковица завязалась, но она мельче, чем на краях. Чётко видно было. Была густота большая и плюс избыток минерального питания, то есть азота в частности. То есть вот этих моментов тоже надо уходить. Это основные ошибки. И ещё надо обратить внимание на густоту. Потому что на старте мы все хотим, чтобы у нас было рядочки видно было, было растений побольше. А на выходе потом мы получаем проблему из этого. Потому что густое растение, оно не продувается. Испарение, теперь повышенной температуры. И, естественно, мы получаем проблему с болезнями. Или даже просто болезней нет. Растение просто задыхается, оно просто варится. Потому что полив снизу идёт, испарение, высокая температура, нету продуваемости. И отсюда проблемка. То есть вот этот момент, то есть надо учитать. И если мы, густота будет зависеть и норма высева, зависит от того, насколько мы хорошо подготовили почву. В данном хозяйстве мы посеяли в этом году всё на гряде. И в связи с этими обильными осадками, то есть выиграли. Потому что лишняя влага уходила в междуряде. Не было этого переуложнения. Растения хорошо продувались. И при том, что посевы загущенные, то есть в принципе получили нормальную луковицу. Высевали тут от миллиона до миллиона что-то. Миллион пятьдесят получилось. Но практически на уборку вышло больше девятьсот тысяч. Ну, мы идем на поле, там всё видно было. Хотя, опять же, там поле селилось, в этом году погода не давалось здесь. Поэтому были раньше сели, середина посева и в конце. В конце посева там тоже видно, была срыватая земля за шестьдесят. И получилась густота, немножко изрежные всходы. Там где-то вышло на уборку, где-то около шестьсот тысяч. Ну, растения там себя намного лучше чувствовали от болезни. Удержали, их просто предложили уже ложить, потому что они зеленые стояли. Это уже больше, чем надо. Луковица уже размер набрала. То есть оно там на посевах будет хорошо видно, где гуще, где реже. То есть всё это можно отследить. Дальше, основная задача после того, как мы рассчитали минеральное питание, правильно подобрать сорта гибриды. То есть мы подбираем те сорта гибриды. То есть заранее мы планируем. Что мы планируем продать на свежий вид изначально. То есть поэтому это более... То есть ранее сорта, мы понимаем, они не хранятся, но они набирают раньше урожай и можем начать вовы с них. И сорта или гибриды, те, которые их густота хранит. Она мешает. Также отсюда будет зависеть у нас их густота, растений посеять. То, что мы будем как бы будем сеять, потому что луковица по размерам, насколько она будет, не мельче. Норма высева. И та же самая остальная, и минеральное питание. Потому что те сорта, которые более ранние, там динамика, может быть вынос тот же по питанию, но динамика немножко другая. То есть одни из ранних сортов, которые если не будем кормить, так как позднее, то мы урожай не получим. То есть получим половину меньше урожая, чем должны получать. То есть немножко динамика другая. Азот надо раньше выдавать, калий раньше. Это все, гликт wäre азотное масло, но если поразит. То есть вот это тоже на ранних сортах надо учитывать. Немножко другая динамика по питанию на ранних сортах. А на поздних более растянутый период, поэтому мы выдаем то же самое количество удобрений, но мы выдаем более растянутый. Что касается защиты. Защита начинается у нас с протравки семян, если это не гранулированные семена, то есть они не губолочки. То, как правило, их надо протравить и сексидацидным протравителем, и фунгицидным. То есть зависит от того, какие мы проблемы ожидаем. Если у нас проблема с пузариозами, тогда мы берем имидуклоприт, табу или сеприт. То есть другие, какие есть у нас протравители, сексидацидный протравитель, добавляем туда фунгазон, динамил, обработку делаем. Или стандартный тиран добавляем, то есть ТМТД, жидкий ТМТД, который, в принципе, у нас более комплексно закрывает наши семена. Если семена уже протравлены, как правило, они протравлены и сексидацидным протравителем. Да, вроде как бы дополнительные заморочки, затраты небольшие, но все-таки лучше все-таки напрячься и протравители. Мы немного подстрахуемся от почвенных вредителей и подстрахуемся от луковой мухой. То есть мы проблемы не решим, но, в принципе, мы подстрахуемся. Что касается вредителей, это невидимый вредитель, это у нас луковая муха, которая первая находит. И, в принципе, смотрите, есть вопрос, знаете, как ошибка в чем? Она говорит, приходит обработка луковой мухой. Я спрашиваю, обработали? Нет, не было. А почему? Говорит, у меня сходом нет. То есть сходом не зависит, луковая муха будет, она не будет, обрабатывать, не обрабатывать. То есть начинается лед луковой мухи, и начало лёта, как правило, уже лет 15, мы привязываемся к началу цветения сирени. От начала цветения сирени, от начала лёта луковой мухи. И независимо от того, есть сходы или нет сходов, если посев уже есть, мы заходим, начинаем первую обработку делать. И дальше делаем три обработки интервалом 7 дней по луковой мухе. Тогда есть шанс у нас уйти процентом на 90% от луковой мухи. Если ошибка основная, то сходов нет, значит луковой мухи нет, значит не обрабатываем. Когда уже получают сходы, мы получаем изреженные сходы, находим там муху, и уже практически ничего не можем делать. То есть 23% сходов мы можем потерять на старте от луковой мухи. И тогда уже получается у нас, чем у нас без ручки, мы и бросить не можем эти посевы изреженные, и тянем их, затраты несем как на нормальные, а понимаем, что результата не будет, там нормально, то есть вырожая не будет. Поэтому вот на старте нам в эти моменты надо просто обратить внимание. Дальше у нас вредитель такой, который в этом году, он вроде как бы вреда визуально не часто приносит, когда очень много его тридцать, очень много его, тогда визуально мы видим побеление листа, видим проблемы. Но в этом году получился сюрприз, и у нас трипс пришел вместе с бактериозом, и поэтому получилась проблемка. Зашел трипс, занес бактериоз, и начались проблемы с луком раньше времени. И пришел бактериоз, и очень важно, вот как раз мы этим и занимаемся, делаем анализ, и очень важно определить проблему. То есть и потом уже правильно подобрать, как правильно с ней бороться. То есть мы должны понять, что у нас болит, голова или ноги, таблетку подбираем. Если перепутаем таблетки, ну тогда результат тот, который на многих полях сейчас, они просто умыли стоя. И мы лечили переносфороз, на самом деле там был бактериоз, и он начался гораздо ранее. Он начался с озимого лука, и потом на рассадный лук, и пошел на сеянный лук. И кто вовремя отреагировал, то есть отработали мы, пытались сразу несодержащим препаратом удержать, но не получилось. Потом пошли работать растительными антибиотиками. То есть это получается у нас фитоловин, казумин. По казумину рекомендации давить полтора килограмма, он не работает. Три килограмма надо сразу давать. Да, это дорого, но это эффективно. И особенно на тех полях, в этом году, кто вовремя отработал, после града, когда было повреждение бактериоза фитоловином, те удержали и, в принципе, получили результат неплохой. Для этого года в пределах 60-70 тонн, то есть, в принципе, этот результат здесь, даже после того, что там был град. Кто не удержал трипса, ну и в первую очередь надо было убрать трипса. То есть первая половина сезона трипса вроде как бы мы обработки делали, удерживали его, его практически не было. Потом это перед началом уборки, начало уборки зерновых, вот эта проблема-то у нас возникла. И кто правильно сработал по трипсу, снял его, те тоже смогли удержать посевы от повреждения. Кто, в принципе, немного опоздал, недооценили этот момент по трипсу, те, в принципе, получили заражение, и дальше уже пошлося вытягивание, вот эти все моменты. То есть надо недооценилить, потому что и опять же сейчас еще у кого позднее посевы, то же не надо расслабляться, потому что бывает даже зеленым перо ложится, вроде все хорошо, в работах вроде как не надо делать. И в это время заселение трипсом ведет, их просто миллионы, там миллионы на каждом растении, все обретено. Поэтому обработку надо сделать. Но опять правильно подобрать препараты, это должны быть контактные препараты, не системные. Потому что в этом году есть хозяйства, которые взяли тот самый вертимет, то есть дорогущий препарат, когда растение в стрессе, обработали вертиметом, выкнули кучу денег, без толку, просто без толку. Трипса не выдержали. То есть надо было обработать простым B58, перитроидом, тот же самый Нурел, то есть подобрать препараты, те, которые контактные, которые реально решили проблему. Перепутали педаль, потратили деньги и проблему не решили. Я извиняюсь, а что у вас B58 сам снимает трипса? То есть без наличия других институтов? Трипс, например. По старт, брейк, барейк, репрейк, потом добавляем туда можно фили добавить. Прилипатель, да, и в принципе там есть герационный эффект, о, за счет этого в принципе он достает. Проблема большая с этим трипсом. Да, поэтому можно НРЭЛ использовать. Когда ретативная масса нарастает, когда только движение растет, растение в тонусе, тогда работаем системником, типа медокоприс, перитроидом, там, то есть есть ряд препаратов, там, конек, бурей, тогда работаем системником. Когда растение в стрессе, вот в таком вот, в растении вот такой фазе, ну, системник без смысленно, потому что движения нету. То есть, поэтому работаем в антарктику, и есть шанс без снять. Плюс, если высокая температура, можно еще работать с серой. То есть, кумуляции, вяжем, мы можем давать, это на тех, которые, в принципе, есть, противные результаты. Можно еще так делать. Серая инсектизит работаем, и дополнение серой будет. Потому что, чтобы не было жогов. 2-3 килограмма. Можно я еще добавлю по трипсу? Да. Мы также имеем большие проблемы с трипсом. И вы не можете контролировать трипс в днем опрестов. Мы имеем то же самое инсектизит, как вы имеете, пиретроид, и т.д. Мы имеем то же самое активное, что вы имеете. Но трипс вы можете контролировать, если вы контролируете три раза в днем опрестов. И мы имеем то же самое инсектизит. Возвращение к коридору. Потому что на онеоне есть аггер, ларва и имагон. И пилитрит, амми, может атаковать максимум два стадии. Один всегда — жизнь. Например, пересворяд может экзаковать несколько частей в развитии. Можете знать, что может быть яйцо, потом леченка и трипс. И он контролирует только, например, две стадии с максимумом. А то и одну. Экг — всегда жизнь. И если вы распределите каждую неделю, каждые 7 дней, или 10 дней — это ужасно. Вы никогда не остановите, вы просто распределите инсектицины. Вы распределите месяц. То все равно результат не будет такого, как вы должны работать. Вы должны распределить три раза в неделю, и тогда... 15 дней, без упражнения. Потом трипс будет опять аккумулят и grow up, и опять... 15? 15. И после 15 дней, когда трипс снова собирается, аккумулят? Да. Трипс снова grow. И после 15 дней, после 15 дней, аккумулят? Да. Но и другим препаратом. Снова три раза на неделю, но и другим препаратом. Три раза на неделю, но и другим препаратом. Вы не будете управлять. Сколько вырастите? Никогда говорят цена 250. Это цена... ...профинский... 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 Да. Но это же все самое. Но это же все самое. Один самый день. Только в профиле. Но и без результатов. 15 дней, потом не брезгаешь. Брезгаешь одну неделю, три раза. Ни секунды. Я брезвал три раза. Сосед через канал. Не брезвал. Он говорит о своем родственнице. Родственнице, он не делает. Он говорит, что мне нужно управлять на родственнице. Родственнице питает тропы. Да, да, да. Какое возможно. Какие активности можете сказать против тропов? Например? Да. Долстар. 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 Мы использовали. Мы в данном хозяйстве использовали и медоклоприд. Мы давали во время вегетативного роста, когда растение росло. Набрасывало листья, давали медоклоприд в трубку. Капельную трубку давали, чтобы сносить. И сверху меняли. Фосфорорганика плюс кое через раз. Раз фосфорорганика с перитроидом. Там отель с перитроидом давали. 58 с перитроидом. И через раз работали системником. То есть это был и медоклоприд, или теаклоприд плюс перитроид. То есть вот так чередовали системные контактники. И вот так пытались удержать. Ну, сто процентов. Нереально удержать. Ну, хотя бы удерживать в том количестве, в котором они не находятся. Вы говорите по количеству ДВ. Вы говорите сейчас или это бурно варите, или вы говорите по каждой дозе. Совсем разных концентраций. Нет. Смотрите, мы работали в Борель, например. Ну, то есть если на каждый препарат есть норма. То есть в принципе. Которые гарантируют. Там даем 100 грамм. Да, даем. Да, даем. Это получается 250. Нет. Просто я хочу понять количество дыра. Кто дырите в одно обработку? Да. Такую трубку мы давали 500 грамм на гектар. Там 509. То есть 500 грамм на гектар. Мы давали капельную трубу. По верху работали. То есть Борель там получали. То есть 180 грамм. То есть регламентивные нормы. Там Менжио, Борель, Коннект. То есть в принципе есть нормы. То есть давали нормы максимально, которые там по регламенту были. Потому что экономить не получалось уже. Плюс обязательно прилибайте. Потому что. Это только что задавало запитание. Куда бедная Ирина? Может кто не знает? Часто спілкувалися по телефону. Но наконец-то зустрелись. Лаборатория. Такие. Лаборатория СР-100 у нас? Хорошо. Поэтому получается у нас по вредителям. Чередуем системники с контактниками. И если и надо, то делаем дополнительные обработки. Потому что периодичность. Заселение бывает чаще. Бывает лучше. Тут надо обязательно на поле бить. Как минимум два раза в день. Чтобы понять. И вовремя отреагировать. Если этого не происходит. Тогда можно обязательно просевать. Ну вы знаете, зараз такое мечутя появилось. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok ПО ТВ.